Привет, Элечка! Привет! Скажи, как меня слышно? Я с наушниками. Посмотреть запрос. Привет! Ты запаздываешь или у меня что-то не так? Я проверяю интернет. Ты молодец. Я молодец. Ну что, слышно? Я просто в наушниках. Я все время не понимаю. Меня слышно, не слышно, видно, не видно. Потому что нормальными телефонами надо пользоваться. Не какими-то там элитасками. Хорошо. Ребят, ну скажите, слышно? Меня, самое главное, слышно? Бишу, ладно. Так я-то что-то... Леш, ну ты хоть скажи. Это сначала, чтобы видно. Я говорю о том, что у тебя запаздывает интернет прям сильно. Прям сильно-сильно? Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Как мне кажется. Привет-привет. Это значит, слышно, судя по всему. Ну, да. Самое главное. Да? О, отлично. Спасибо большое. Я просто не понимаю, что там идет, не идет. Комментарии. Будем отключать, чтобы нас было видно хорошо? Да нет, нет, нет. Я предлагаю все-таки это сохранить. Пусть люди по мне пишут. А, по тебе. Ну ладно, хорошо. Отлично. Сейчас пока присоединяются. Я думаю, что можно попросить, чтобы написали, кто есть кто. Кто врач, кто массажист. Потому что аудитории вчера очень много пришло. Очень много. Ну да. Да-да-да. У нас, кстати, тоже. Да. Было бы интересно, кто есть кто. Кто косметолог. Кто массажист. Кто реабилитолог. Чтобы понимать, кому интересно поприсутствовать на таком эфире. Да. Я тебе больше могу сказать, что я в какой-то веке впервые с работы выхожу. С работы. С работы. С работы? Да. То есть параллельно у тебя идет какой-то сеанс? Ну ты же моих рук не видишь, поэтому, Даша, нормально. Я поняла, Даша, ты все успеваешь. Ага. Отлично. Массажист-терматолог. Супер. Супер массажист. Ребята, привет. Нет. Я, знаешь, что предлагаю, чтобы не затягивать эту историю. Давай. Мы так, друг про друга сами про себя. Чтобы наши подписчики, да, целевая аудитория наша понимала, кто мы есть. Да. И на какие вопросы теоретические мы можем ответить. Давай ты девочка. Давай с тебя начнем. Давайте с меня. Еще раз представлюсь. Меня зовут Ольга Горновая. Я десять лет в сфере эстетики. Причем не только лица, но и тела. У меня медицинское образование. Я закончила медицинский колледж. Миша поработала операционной медсестрой. Теперь, Миша, ты зависаешь. Есть? Ты пропала просто куда-то. Я подумала, что ты пропала. Ну, ладно. В общем, поработала операционной сестрой. И параллельно я уже тогда работала в первом своем салоне красоты. И потом самое интересное началось, потому что я ушла в клинику лазерной косметологии. И это тот самый драгоценный опыт, который, я считаю, который был в моей жизни, потому что я очень плотно работала с врачами-косметологами. Очень плотно. Поэтому и делюсь опытом своим. Хочу про массаж отдельно сказать. Потому что еще и тогда, десять лет назад, вот все, что сейчас актуально, актуальненько для всех, это я уже все давно прошла. То есть я думаю, что ни для кого не будет секрет, если я сейчас скажу, что и букальный массаж я когда-то делала. Можете кидать помидоры в меня, кто этого не слышал. Поэтому все, что сейчас есть... Давай, я первый. Все, что есть на рынке... Давай, давай. ...помассировали, он лучше открылся. Чего плохо-то? Ну, так дело в том, что он не откроется лучше или хуже после того, как сделается интраоральная техника. То есть мне все-таки не показалось. Мне один раз в жизни делали его, у меня потом недели две болел язык, при том, что делали вроде здесь, а болел язык там. И как бы неприятненько было. Ничего не поменялось на самом деле, но язык болел. Ничего не поменялось. Ну, это на самом деле та еще история. Поэтому я и говорю с точки зрения своего опыта. Потому что все, что вот кобидо, коруги, всякие миофасциальные и так далее, это все я уже когда-то прошла. И для меня действительно, как для практикующего специалиста, изменения, и вот это вот разделилось на до-после, тогда, когда я попала на семинар к Елене Баранчиковой. И тогда те вопросы, которые я постоянно задавала на всех семинарах по массажам лица, а для чего, а почему, и для меня стало вот теперь понятно и ясно. И это я и пытаюсь довести через свой блог. Слушай, а у меня, знаешь, это больше история про с нашей стороны, да, там специалисты, которые посмотрят, в основном днем все-таки они работают, а вечером смотрят в записи вот Елена Баранчикова. Допустим, я-то понимаю, кто и так далее. Я могу так расшифровать, что это представитель школы Елены Земсковой, а Елена Земскова, как автор метода, она без обедняков, если я что-то там неправильно скажу, она базируется на, скажем так, неком международном опыте работы с лицом. Давай так, округлое, если сказать. Прав ли я? Ну, Елена преподаватель до школы, она врач, у нее высшее медицинское образование, и поэтому она очень хорошо дает как раз-таки теоретическую базу. Поэтому в нашей школе можно пройти обучение специалистам не только с медицинским образованием, то есть информация адаптирована и очень-очень понятно. Вот. И что касается массажа, то техника хиромассаж, она опять же на слуху, и отличие от школы Земсковой, это действительно то, что Елена Валентиновна ее немножко доработала. С точки зрения анатомии, она сейчас очень правильная техника. Опять же, благодаря тому, что у нее был доступ к операционной пластической хирургии, да, и она заглянула туда, а мы пойдем заглядывать 25-го и 24-го. Да, мы про это еще поговорим. Слушай, а у меня вот на самом деле к тебе как, ну, не тянул тебя за язык вопрос. Это вопрос не в плане того, что вот ты и отвечаешь, а мне именно подискутируют. Вот смотри, если я начну каждое утро, ну, у меня же, видишь, идеальные носогубки, вот прям они идеальные вообще, а вот так их нет, а вот так есть. Вот если я начну каждое утро вот так вот делать, вот так вот, вот прям вот так вот, а потом еще вот так вот. Она же у меня по сути своей через 34 дня, а то и 5, она, ну, объективно уйдет. Ну, как минимум день, будет вот такая вот история, ночью снова так посплю, с утром она снова такая будет и так далее. Насколько есть смысл делать? Нет смысла делать. Ну как? Если делать, то нужно делать, опять же, с точки зрения анатомии, понимать, что вот ты первое движение сделал правильнее, чем все остальное, потому что мы так и приходим к хирургу или к косметологу или к массажисту и показываем, вот такое движение все хотят. Никто не говорит, что надо вот так делать, на себе не показывать, да? То есть все приходят и хотят сделать так. Вот так вот делают, ну че? Ну этого не будет, понимаешь? Косметологи сейчас по-другому работают. Даже если ты придешь с носогубкой, тебе будут работать здесь, потому что нужно вот здесь работать, чтобы здесь было лучше, потому что смаз един, и вот это все сюда собирается. Поэтому в этой зоне что-либо вот интенсивное делать просто так не имеет смысла. Имеет смысл работать с латеральной зоной, чтобы была медиальная, ну, хоть какой-то. То есть я правильно понимаю, что ручные техники, они по сути своей повторяют, или наоборот, инвазивные техники повторяют ручные с точки зрения натяжения поверхностных тканей? Ну, принцип натяжения и то, что будет, кстати, на кадавре, да, линия лангера, это как раз таки очень интересная штука. И, опять же, если говорить про пластическую хирургию либо косметологию, мы понимаем, что если хирург взял и сделал вектор, который нужен, то все будет очень хорошо. Если он сделает, будет гамплет. Ну, там, ну, не знаю, ну, какой-то не очень симпатично получится. Поэтому во время массажа, на мой взгляд, нужно придерживаться аналогичных принципов. Угу. Ответилась. Вот таким образом, если говорить. Слушай. Поэтому вот так делать не надо. Ну, а так же приятно, так хорошо. Ну, можно приятнее, можно лучше. Ну, ладно, не буду спорить. Слушай, ты вот здесь сказала по поводу системы смаз. Так как я сейчас готовлюсь усиленно к кадавру, я так понимаю, что я двухгодичный курс дерматовенерологии и косметологии прохожу за неделю сам по себе. Я теперь в курсе, что есть такая система. И, насколько я понимаю, может меня проверить как эксперт в этом направлении, что у нас достаточно много в теле есть регионов, где идет кожа, подкожировая клетчатка, дальше там поверхностная фасция, дальше там идут мышцы. Относительно кожи и переднебоковых сегментов шеи, сзади, кстати, такого нету. У нас есть такая интересная система, что у нас идет кожа, подкожировая клетчатка, в которую уже впитаются определенные структуры, ну, пусть их будем называть там фасции, сопли, условно, некие. И дальше они, уходя в область мышц, как бы захватывают отчасти мышечное брюшко и их, в свою очередь, вплетают как в область ПЖК, так и прикрепляют кости. И вот эта вся система, если мы будем идти от кожи и до мышцы, вот это все, это называется смаз, то есть поверхностная система. Супрамазка, панипротик систем, да. Ну, да, то есть если на русский переводить, то это поверхностная мышца. Мышечная панипротическая система, да. Вот я правильно понимаю, что в данном случае вот эта история про то, что я тебя так, ну, отчасти спровоцировал, условно, она вот таким образом и работает. Те же самые там линии лангера, да, линии натяжения. На самом деле есть по всему телу. Но здесь они очень четко видны, потому что ну какой смысл тянуть тут, если мы можем просто за одну точку потянуть сразу же и все. Отлично. Скажи, пожалуйста, тогда получается, это правда искренний вопрос, тогда получается все-таки все фейс... Сейчас я их корректно называл. Я помню твою оговорочку в предыдущем эфире. Значит, все фейс-представительницы, они все-таки, получается, правы, что вот они ложками вот так вот делают. Они же по сути свои вот все туда же сгоняют, вот так вот, вот так вот прорабатывают. Мы в любом случае, неважно какой техникой и неважно чем мы занимаемся с лицом, мы неизбежно воздействуем на все слои, в том числе и на смаз. Да? Каким образом мы на это воздействуем, вот в чем вопрос, да? И особенно вот здесь хочется обратить внимание, что нужно помнить про связки. Мы можем делать вот так, можно, пожалуйста, делайте отек, да, который будет давать это асептическое воспаление в ткани, будут там кожа реагировать, будет там фибробласты, да, и так далее. Вот это вся история. Но насколько это вдолго будет хорошо, насколько пострадают связки, которые держат, в общем-то, овал лица, насколько вот эти септы, которыми все это прошло, от этих вот этих всех смещений, так скажем, да? То есть чем плотнее вот эти все слои, которые ты сказал, да, тем дольше лицо у нас на месте. Вот. А вот от этих всех механических, механических ли, либо вот какими-то мимическими, да, компонентами мы работаем, гримасничаем там или еще что-то делаем, то есть мы все равно эти все структуры вдвигаем, да? И как это потом повлияет, да? У кого-то связочки маленькие, коротенькие, да, и они будут долго, у кого-то длинные, тонкие, да, ну, то есть это, опять же, особенность соединительной ткани, наверное, у каждого разная. Я думаю, что именно так. Слушай, у меня тогда вопрос, потому что мне, правда, еще раз напомню, да, уважаемые коллеги, у нас и друзья. У нас 25-го числа, это в следующий уже среду, в 3 часа дня по Москве у нас состоится кадавр-курс по лицу и переднебоковым сегментам шеи, то есть мы будем на трупном материале разбираться, что там внутри на самом деле находится. И у меня просто к тебе вопрос тогда следующий. Получается, что я сейчас условно на защиту фейс сообщества стану этому. По сути своей, если я буду делать это всю жизнь, у меня будет всю жизнь ассептический отек, то, ну, и классно, у меня же морщины будут. От гимнастики же нет и такого эффекта. Нет, я не веду, я про вот эту вот историю, про ложками, вилками и так далее. Нет, связки, связки страдают все равно. Отек, да, отек будет, морщины нет. Ну, мы, если вообще к этому вернуться, к омоложению в принципе, как понятию, да, то это тоже такой спорный вопрос. Ну, спорный, мы все равно, ну, мы все равно, каждый день, каждую минуту, мы все равно, как бы, процесс неминуемый идет туда, куда идет, да. Остановить это на какое-то время, ну, возможно, наверное, но я не знаю, как. Ну, нет, нет. Если бы кто-то знал, то, наверное, все пытаются найти эту волшебную пилюлю. Будь то, да, гимнастики. Моника Белухи была бы еще той самой. Той самой, да, да, именно так. Поэтому я не знаю, возможно ли это вообще. Окей, поответил. Слушай, у меня тогда, знаешь, давай вернемся к морщинам, перепроверь, пожалуйста, меня, потому что я искренне хочу в этом разобраться, потому что я тот еще дилетант в этом. Насколько я знаю, существует, ну, мы сейчас про морщины поговорим. Насколько я понял из того количества литературы, которую я уже прочитал, значит, морщина, вообще, в принципе, залом, да, на коже, они бывают там нескольких трех, некоторые авторы там говорят четырех различных типов или там причин. Самая первая причина – это на уровне того, что я постоянно сплю на подушке вот так. Какая бы у меня там нереально крутая мышца или там мускулатура развитая или неразвитая плава, у меня постоянно будет залом. Это, ну, так называемый, там, ну, жизненный паттерн, там, некий это называют. Ну, суть в том, что я постоянно сижу вот так, у меня постоянно будет этот залом. Вторая причина – это, ну, так называемая, постоянная, как же это, по-научному, ну, история про то, что я постоянно использую одну и ту же мимику. Делаю либо вот так, либо вот так, удивляюсь там и так далее. Понятно, что у меня будут в этом случае заломы здесь. Третий компонент связан с психоэмоциональной историей и с постоянным перенапряжением какой-то конкретной там мышцы, которая тоже будет формировать. И четвёртый компонент, так называемый, структурный – это когда, ну, условно, не очень корректно работает, допустим, височно-нижнечелюстной встав. У нас просто механически будут мышцы не совсем себя корректно вести там на одной и другой половине. И будет, ну, там, допустим, вот в моём случае я могу предположить, да, что помимо того, что, я не знаю, может, сплю на левом боку, не проверял во время сна, но и суть. Вот, возможно, у меня там здесь больше морщины, чем здесь. Ну, предполагаю. Вот теперь смотри, вопрос, корректно ли это, если что-то добавить? И второй момент, как ты считаешь, с точки зрения ручных техник, что можно сделать, а что нельзя? Ну, я бы, наверное, попроще взяла, мимические, статические морщины, да, существуют, опять же. У нас лицо это и мышцы, которым, в общем-то, все прикопались и нашли корень зла и пытаются именно с ними работать активно. Действие их у нас идёт от эмоций, да, соответственно, соответственно, как нужно работать? Работать ли с тем уже, что случилось, да, и с какими-то кожными проявлениями, кожными заломами, да, то, что мы видим? Либо работать эмоционально, то есть не испытывать эту эмоцию, да. Да, если вот вернуться к тому вопросу про гимнастику там и так далее, да, и очень часто спрашивают, ну, есть же эффект и так далее. Я думаю, что те, у кого есть, это действительно идёт переобучение, даже контроль, что ли. Может быть, кто-то начинает контролировать и не использовать какую-то группу мышц, да, что и вызывает свою очередь, допустим, в этой зоне незакладывания морщин. Вот это я бы, может быть, ещё сказала. Но, опять же, как это возможно, если мы, наоборот, ими активно двигаем? То есть вот этот вот какой-то парадокс, я не понимаю. Ботулотоксин, да, ставится наоборот, чтобы расслабить, вот ты ходишь, и счастливый, и лоб просто замечательный. Вот я удивляюсь, вот я хмурюсь, и вот это вот всё, ты понимаешь? Слушай, у меня к тебе вот по этому поводу, кстати, вопрос, потому что я ни разу в жизни не видел, ну, кроме, как я не знаю, в Инстаграме, ни разу в жизни не видел, как вживую, там, колят девочек и некоторых мальчиков. У меня вопрос, с точки зрения биомеханики, возможно, я не понимаю. Если я выключаю вот эту вот, там, условно, область или, там, какую-то область, у меня же по определению будет, ну, с точки зрения компенсации, другие мышцы, которые, по идее, должны выполнять там телевидные движения, они будут напрягаться, дорабатывать, перерабатывать. Это не приведёт к тому, что у меня просто возникла борщина вместо вот этого вот здесь. Ну, я грубо говоря. Ну, как правило, нет, и такого не бывает. Это, опять же, компенсаторик – это вообще такая очень интересная штука. Мы можем всё этим объяснить. Это компенсирует это, а это компенсирует это. Это, ну, такой очень философский вопрос больше. Что и что компенсирует. Понял. Да, слушай, а у меня к тебе, как, знаешь, к специалисту вопрос, потому что я могу про себя сказать, про своих коллег, потому что, ещё раз, я с лицами не работаю. Я видел следующее. На очень многих семинарах, значит, не буду называть направление этих семинаров, ну, такое воздушное, воздушное направление семинаров, значит, в перелёгах начинается обычный семинар в семинаре. Значит, кто-то из участников, там, мы проходим колено, а кто-то из участников показывает, там, волшебные вещи на лице, там, всё, там, расслабляется, там, все ложатся, каждый первый век и так далее. И, значит, пациент, который, условно, который просто полежал на спине, и которому, неважно куда, просто вот так вот поставили, просто вот так вот держит кожу, через 15 даже минут встаёт, ну, и видно прям, что всё натянулось. Теперь вопрос. Это история про великие руки специалиста, который это делал, или это история просто про гравитацию и небольшое натяжение кожи? Я не знаю. Кто там лежал, кому что там положил, какие руки, куда. Я не знаю. Я бы сама полежала сейчас 15 минут и ещё одну не делала. Вот это, окей. Слушай, и, собственно, добивка. Вот я лично, чёрт повторюсь, я лично сейчас про себя говорю. У меня есть, ну, определённое количество знакомых. Одна из них, значит, делает, я просто думаю, как это описать, делает вот эту вот гимнастику для лица, там, со всякими пробками и так далее. Реально, ну, прям реально, вот здесь там были какие-то заломчики, сейчас, ну, присмотреться они никуда не делись, но с точки зрения вот издалека стало лучше. Вот мы возвращаемся к гимнастике. Всё-таки в ней, может, есть всё-таки какой-то смысл, если так происходит? У меня нет понимания, как это работает. Ну, то есть это противоречит знаниям анатомии и физиологии. В моём представлении. То есть если мышца, вот эта вот любимая, да, вот как ты показал, да, сейчас я соображу, у меня две руки, да, кожа, да, и мышцы. И вот мышцы, которые как раз-таки вплетаются, да? Да. Всё нормально, я понял. Да, да, вот эта, да, история про то, что всё равно кожа сокращается, и здесь у нас залом появляется. То есть если мы двигаем мышцы, соответственно, мы закладываем морщину. Как это может работать? Вот по моей логике не может никак. Как это работает? Для меня это тоже интересно, и давай, собственно, напомним, да, что для того, чтобы развить наш общий интерес, потому что мы сейчас именно дискутируем, во всяком случае, я надеюсь, это получается, у нас для этого целого 25-го числа, 25-го ноября, в 3 часа дня, да, состоится кадаврный курс. Если вдруг ещё кто-то не записался, то welcome. У нас в шапках наших профилей есть все возможности для этого. Я, на самом деле, первое, на что хотел обратить внимание, вот я лично во время кадавра, это история про то, как кожа совмещает, ну я грубо, кожа совмещается с подкожевой клетчаткой, а та, в свою очередь, совмещается с мышцей. Насколько действительно то, как мы считаем, то, как показана красивая картинка в реальности существует. Потому что, ну, на мой, как бы это сказать-то, для меня крайне странное описание, я сейчас про себя лично говорю, что мышца своим паневротическим, скажем так, брюшком, оно вплетается чуть ли не в эпидермис и дерму. Объясню, почему для меня это странно. В эпидермисе и дерме огромное количество рецепторов, и получается, в этом случае мы должны чувствовать каждое движение на уровне вот этого. Вот прям вот мы должны чувствовать каждое движение, потому что нам будет, скорее всего, неприятно. этого же не происходит, не происходит. Соответственно, может быть, она вплетается как-то по-другому, или какое-то там, я не знаю, расщепление этого сухожильного брюшка. Мне вот это очень интересно. Вот что было бы интересно тебе посмотреть? А я пока вопрос почитаю. А можно я вот как раз вопрос увидела? Он как раз в тему там, раз мы про гимнастику говорили, написали про кровообращение. Так вот, приходя на различные семинары и так далее, я все время этот вопрос и задавала. Потому что все говорили о том, что вот этот прием, прием, как ты сейчас на себе вот это показывал, вот это месилово, да, это и есть усиление кровообращения, да. И что это ведет к тому, что получается трофик от ткани, да, и вот все эти вытекающие. Так вот, у меня был всегда вопрос, я сейчас выеду на улицу, пойду в таврический сад. А он рядом, между прочим. Да, ебану там кружочек, ну так, интенсивно. У меня лицо будет красное. Да, с ней это улучшение кровообращения. Общее для организма, конечно. Локально для лица, но оно уйдет сразу, там, минут через 15 точно. Ну хорошо, 15 минут, микроциркуляция. А, ну естественно, да. Будет омоложение? Да нет, конечно. Тогда почему от такой микроциркуляции будет омоложение? Вопрос. Я могу тебе постараться за них, за тех специалистов, которые, к сожалению, сейчас мы их просто третьего не можем, да, отключим. Могу теоретически предположить, что они скажут, что то, что ты рассказываешь, это улучшение системного кровообращения, а когда мы работаем локально, то там ввлекаются в процессы и подхожжевого глича, и в этом плане, как бы вот конкретно здесь это будет улучшаться. Конкретно. Конкретно, да. Деоретически. Ну, в общем, такое непонятная, да, история с этим кровообращением. Смотри, очень крутой вопрос. Мы постараемся, так, я сейчас посмотрю, так, Медведлу, я не знаю, как вас зовут, но, короче, Медведлу, название аккаунта. По поводу кадавра с невритом лица. Первое, не хочу вас расстраивать, но точно при неврите лицового нерва, электроничного нерва с самой нервной тканью, с самой вот этой ниткой, с ней ничего не будет. Она что у меня, что у Ольги, что у кадавра с невритом, она точно-точно одинаковая. Но вот здесь, с точки зрения мест выхода, вот здесь может быть отечность. К сожалению, кадавра на материале ни триггерные точки, ни отеки. Мы это никак не увидим, потому что это, мягко говоря, невозможно. Потому что отек, это увеличение внутритканевого давления, изменение эластичной структуры, которое, в принципе, невозможно на трупном материале увидеть. Но то, что мы точно посмотрим, я прям очень сильно, ну, хочу это посмотреть, каким образом у нас и куда вплетаются вот эти все веточки нервов, где они выходят. Зачем это нужно? Сейчас огромное количество, я как бы на другую тематику еще хочу перейти. У нас огромное количество сейчас специалистов, даже больше скажу, только ленивыми, занимаясь степированием лица. И у меня вообще идеальный, бомбически крутой пример был. Если кто-то следит за моим личным Инстаграмом или за Инстаграмом нашего канала, вы могли видеть, что я так потихонечку начинаю выкладывать так называемый бэкстейдж с фотосессии одного из Прима-Валерунов, Прима-Танцоров, не знаю, Большого театра. И меня просто, коллеги, просто заранее говорю, меня просто попросили красиво наклеить цветные ленточки без какого-либо терапевтического воздействия. Просто тупо вот здесь и вот здесь. То, что я сделал, наклеил так, как мне попросил фотограф. Вот начать отсюда и пойти вот так вот. Знаешь, что самое удивительное? Я не знаю, следишь ты за аккаунтами, вот этих девочек, немного странненьких порой, значит, одна из них сделала целое видео по поводу тейпирования лица, в том числе целый кейс она посвятила моей личной аппликации, ну, как аппликации можно назвать. Знаешь, что она говорит? Вот по поводу вот этой аппликации я хотел бы сказать о том, что она идеально выполнена, прекрасно работает и самое главное, если вы будете делать на ночь, она уберет все проявления различного рода птозов, там еще что-то, и очень классно будет помогать при неврите лицевого нерва. То есть, еще раз, я просто делал салатовые ленинки от балды, от балды просто. И, ну, и... Ну... Да, я не удивлена, честно говоря, я не удивлена. Эти девочки обучают, это как раз к вопросу к тому, зачем идти вообще на какое-то обучение по анатомии, да, в том числе, да, на кадавр, для того, чтобы понимать. Ну, давай откроем тайну, если вдруг кто-то еще не в курсе, вам, Оксана, огромное спасибо, гуру тейпов, это, да, интересно, правильно, ну, пусть так. У меня, собственно, момент следующий, что если вдруг кто-то не в курсе, мы еще, помимо всего прочего, помимо вскрывания, да, тканей, мы также еще в самом начале, пока, ну, скажем так, лицо, да, и шеи чистые, мы, ну, я нанесу аппликацию кинезиотейпа различные, и мы посмотрим, что реально, каким образом у нас, собственно, воздействует, не воздействует, вообще кинезиотейп, на что воздействует, если мы возьмем вот этим способом мануального глайдинга, его нанесем, там, я знаю, кожу вверх, даже не знаю, что там подтягивают люди, но одним словом, что там подтягивают, вот, мы посмотрим, что там в реальности подтягивается, насколько это воздействует на ту самую систему СМАЗ, и самое главное, что будет, если я этот тейп сниму с этой системы, ну, это просто важно, и еще раз, те специалисты, которые еще раз думают, как минимум, с точки зрения тентирования, welcome, потому что, ну, я не хочу никого расстраивать, но, возможно, чей-то мир очень сильно пока, сейчас глагол, пока лебется, пока лебется, пока не важно, что-то там случится. И вопрос, кстати, который тоже часто сейчас задают, это по поводу того, насколько отличается все-таки, ну, понятное дело, что крупный материал отличается от живого человека, это понятно, но насколько это будет коррелироваться, не знаю, как-то. Крутой вопрос, смотри, первое, у нас, мы работаем с, там, мозг-кадавром, да, компания, которая, ну, достаточно давно уже на рынке России занимается поставкой вот этих материалов, биоматериалов, для диссекционных курсов для косметологов, то есть, это поставки идут непосредственно из Америки, подготовка трупного материала там же осуществляется, не к тому, что у нас плохо, у них хорошо, а к тому, что у них там постоянный контроль качества, это раз. Второе, у них вот эта вся история называется свежезамороженной по одной простой причине, как только, там, случается, тоже случается, да, конец жизни происходит, сразу же в течение двух часов происходит заморозка, то есть, имеется в виду, что в том числе даже уровень подкожно-жировой клетчатки с точки зрения толщины, да, и жидкости, находящейся в ней, он сохраняется, и по сути своей мы будем видеть, ну, в кавычках, то, что произошло энное количество там месяцев назад, но вот просто он разморозится, и вуаля, мы увидим то, что там, как будто бы два часа назад это случилось, поэтому огромной большой прям разницы не будет, но единственная разница, которая точно будет, у нас не будет течения жидкости, не будет вот этой, той самой эластичности, да, тканей и внутритканевого давления, которое есть при жизни, это единственная разница, а так, с точки зрения материала, он не подготовленный, там, нет формалина какого-то, так далее, то есть, в чистом виде, как есть, ответ такой. Как раз на второй вопрос по популярности ответил, а где вы их берете? Откуда их везут? А, у нас очень интересная такая история, сейчас и по поводу возраста отвечу, очень интересная история, я не знаю, с чем связано, и кто это придумал, есть закон, ну, в правом поле российского здравоохранения есть такая статья, закон, не знаю, поправка, о том, что мы не можем просто так взять, на диссекцию кадаврный материал нас, имеется в виду, россиян, то есть, просто взять, приехать там в морг номер один, да, на Хользуновом переулке и просто попросить, невозможно, по закону запрещено, но мы можем из-за границы, допустим, из-за той же самой Америки, да, закупить кадаврный материал, завести его как биоматериал для исследования и дальше делать, что хотим. С чем это связано? Первое, у нас нет в правовом поле такого понятия, как, как у них не заявление, ну, условно, справка, справка о том, что я могу свое дело отдать там для науки, для администрационных, ну, завещать, да, условно. Ну, вот, у них это есть, и поэтому у тех, у кого это в базе, собственно, существует, когда происходит там естественная или неестественная кончина, вот, это все забирается и так далее. и в данном случае мы никаким образом там законно нарушаем, я больше скажу, что даже все, все федеральные медицинские университеты закупают оттуда материал, который показывают потом студенты, то есть, ну, ну, неважно, если вдруг нас смотрит сестра, брат или свекра, или, может быть, сама, министр, сам, сам, министр здравоохранения, надо что-то делать, потому что, ну, это провал, ну, не должно быть. Ну, это раз. И второе, по поводу возраста, вот здесь коллега спрашивает, те, кто, да, следит за нашими сторисами, за штучками, которые в левом верхнем углу, я делал опрос, там, по-моему, неделю назад о том, что у нас там есть 36, 54, 58 и 60, там, с чем-то лет. Мы выбрали 56, по-моему, лет, объясню почему. 36-летние, это, ну, скажем так, представитель азиатской, я не знаю, как правильно, национальности или раса обозвать, но одним словом, раскосы, да, тип лица, да, и отсюда следствие, что там достаточно выраженные скуловые там, вот эти дуги идут и так далее. На этом материале, безусловно, много чего можно посмотреть интересного, но там это не будет сильно коррелировать с тем, с чем мы работаем, с чем мы, в первую очередь, работаем, я имею в виду, со славянскими, да, лицами, и с европеолинами лицами. Вот, поэтому мы выбрали максимальность охраны, это там 56 лет, при том, это, насколько я понимаю, женщина максимум, что там отчасти чуть-чуть курила и чуть-чуть пила, потому что нитианамнез там тоже есть, и поэтому там, ну, я думаю, достаточно интересно будет посмотреть, уверен, будет интересно. так, там вопросы какие-то были, или нет, что-то может... Там что-то по неврологии было. А ты тоже можешь листать? Конечно, я же все в ад. что-то первое, помогает расслабить напряжение, так же, как если просто рукой держать. Значит, касаемо напряжения, я очень надеюсь, что коллега, который спрашивает по поводу тейпов, которые там помогают снять напряжение, мы сейчас не говорим про мышцы, да, потому что, в принципе, кинезиотейпы, неважно, где вы там будете работать, на ноге, на руке, на лице, на носу и так далее, они до мышц механически не достают от слова совсем. Мы, я даже больше скажу, Ольга даже про это не знает, я к тому, что мы не готовились, это действительно даже для нее будет научный подарок. Мы здесь сделали такое мини-исследование, оказалось, что это всего лишь навсего начало, и мы в дальнейшем это будем продолжать. У нас было несколько материалов по поводу того, как работает там кинезиотейп на труп-материале. Значит, нам достаточно много, кто в комментариях написали, а что вы тут показываете на трупе, на живом это не так, вот мы как бы знаем, есть исследования, которых как бы нет, но есть исследования какие-то в твоих головах о том, что все по-другому. Ну и сказали, окей, здорово, ну и, собственно, сделали под контролем УЗИ на живом человеке, как работает кинезиотейп. Уважаемые друзья, возможно, точнее, невозможно, очень у многих мир пошатнется, скоро следите за тем, что мы выложим, потому что, ну, потому что все совершенно не так, как вы себе подразумеваете, я вам даже больше скажу, что с точки зрения мануальных техник воздействия, мы тоже это посмотрели, когда мы давим вот так и когда мы давим вот так, у нас, мягко говоря, работает все совершенно по-другому, не так, как написано в учебниках, особенно еще при этом, если пациент начинает двигаться. Поэтому различного рода вот эти истории про то, что мы взяли там, руки на кожу положили и дожгли до надпочницы, это, ну, мягко говоря, не бывает так, мягко говоря. Но, если мы будем работать с небольшим давлением и с натяжением, то, о чудо, мы дойдем сразу же, при том, без подвижности под кожу и выклечатки до, собственно, этого самого эпимития, то есть, собственной фасции мышцы и до мышечной ткани. То есть, история про то, что вот этот ленивый фитнес, да, там, я пришел, мне там подвигали кожу, у меня там как-то началось воздействие на мышцы, да, оно имеет место быть и при том это все. Мы показали на УЗИ, есть до, после, есть во время, в движении, следите, одним словом, будет интересно. И то, что я не раскрою, это обязательно посмотрите сами, каким образом тейп работает с большим натяжением и вообще работает ли он, а он работает. И второе, каким образом, если я надавлю, на что механически будет воздействие, на что его точно не будет. Это, мягко говоря, вообще не так, как мы, ну, предполагаем. Это такая замануха, замануха. Слушай, ну, я бы и на массаж это тоже перенесла, соответственно, если есть вот это механическое сдавливание тканей, да, когда, и когда просто натяжение на правильной глубине и правильным вектором, ну, это же совсем другое дело. Это же совсем другое дело. Конечно. И по сути своей, еще раз повторюсь, что мы просто это продолжим, да, изучать в любом случае, но сейчас становится как бы логичным уже на уровне доказательства, аддиктивизации, да, сказать о том, что достаточно вот эти мягкотканные воздействия, не проминания вот эти, а там, мягкотканные, да, они имеют место быть, да и при том сразу же достаточно глубоко работают, они просто там тянут кожу относительно такой жировой клетчатки. это на самом деле круто. Ой, это очень круто. у нас, у нас этот, сейчас я просто посмотрю, да, коллега, Алексей, да, Жаров, специалист медицинской реабилитации и там, работа с профессиональными спортсменами, задал вопрос, который тоже у нас часто задают коллеги, там, цена кадаврного материала. На самом деле, если мы будем говорить про конкретные части, мы сейчас не будем говорить про все тело, потому что это измеряется в миллионах рублей, то конкретные части, они варьируются от там 100 до 300 тысяч. Я к тому, что если кому-то вдруг кажется, что цена слишком завышена, что мы сейчас с тобой и мозг кадавра, да, заработаем миллиард и поедем на Бали, вообще нет, мы проводим это на уровне, нам самим интересно, по одной простой причине, что у нас, а, нет спонсоров, мы никем не аффилированы, мы не будем говорить в дальнейшем о том, что вот, а теперь уколите вот конкретно вот этот укол конкретного лекарства и вообще там все будет идеально, а вообще нет, поэтому цена кусается, мягко говоря, поэтому так, надеюсь, честно ответил. Так, это тоже спрашивают, оказывается, ничего себе. Ну что, что у нас еще, по косметологии, по косметологии, может быть, есть какие-то вопросы, потому что тоже спрашивают. я просто какие-то моменты, может, пропустил, там, ну, было много вопросов, что-то связано с неврологией, я просто, чтобы честно, не писал. там все уже ответили. Там уже все ответили. Просто рынок, если говорить про тот рынок эстетики, который сейчас, ну, я говорю, что спрос рождает предложение. Поэтому такое засилие вот всех этих специалистов в Инстаграм и других соцсетях. Слушай, ну, на самом деле, это больше к тебе, как к девочке вопрос. Что заставляет верить, ну, априори, человеку, которого ты не знаешь, и не идти к человеку, который механически может тебе там что-то сделать, и самое главное, у этого человека есть медукразование, у этого просто красивый логотип. Вот мне вот это непонятно. Мне тоже непонятно, почему они идут к ним. Для меня тоже загадка, потому что, когда мы делаем ремонт, мы начинаем изучать досконально, какая краска, для чего, а то, а все. А лицо, ну, как бы, окей, я увидела, я пошла, делайте со мной что хотите, ну, вот же результаты до после, вот же отзывы, все, погнали, плачу деньги. Делайте из меня 18-летняя. Я не знаю, это какой-то вот должен быть ликбез, и доверять тупо, это, конечно, ну, фильтр должен быть какой-то свой. Культура, магическое сознание, да, так и есть. Очень крутой вопрос, доказательства пользы, эффекта от кинозитепирования. Я не знаю, как вас зовут, коллега, Назар, нижняя подчеркивает, Ти. Спасибо большое за вопрос. По идее, я вам сейчас, как любой из моих коллег, я должен ответить на том, что, ну, конечно, вы ищите на подмеди, на сайтах, ищите там. На самом деле, первое, вы можете зайти на наш сайт, имеется в виду, kinesiopurs.ru, там есть раздел библиотека, зарубежные исследования, где вы физически можете выгружать это в PDF, это раз. Второе, на настоящий момент времени проведено всего лишь навсего, то есть 2020 год, сейчас мы говорим, то ли 3, то ли 4, здесь могу ошибаться, рандомизированных исследований, которые показывают о том, что kinesiopurs механически воздействует на кожу отчасти, в зависимости от того, где он там располагается, на ПЖК, ну, чаще всего это достаточно там поверхностная структура. Третье, то, что показано, что меняется термография, по данным термографии меняется локальная температура тела, то есть поставили термограф, пистолет, померили, понесли аппликацию, человек подвигался, померили. У второй группы ничего не наносили, подвигались, померили. Вот, то есть это, ну, по сути, свое клиническое исследование. Это как раз можно найти эффект of kinesiotape или эффект of kinesiotape на том же самом ухрановском хранилище, на том же самом подмеде, то, на что стоит обратить внимание. Никто не говорит о том, что точно там на 200% доказано, что там, я не знаю, кinesiotape атакуирование влияет на мышцы, связки увеличивает или утолщает и так далее. Понятно, что этих исследований нет, и, мягко говоря, они никому не нужны по одной простой причине. Очень часто то, что применяется в спорте, ну, априори, да, начинает верить, этому верить в клиническую медицину. учитывая, учитывая, что спортсмены предположительно не будут использовать то, что им не помогает, и отсюда следствие вот в этого, ну, к сожалению, да, слепую веру того, что приходит из мира спорта в мир клинической медицины. Это раз. И второе, там, многие из вас могут и имеют право спросить по поводу того, что, блин, там, тейп, это плацебо, вообще проблем нет. Пусть даже это плацебо на 100-100% случаев. Теперь у меня возникает вопрос, и это вот как раз история про, я постоянно ее привожу на семинарах, в декабре 2019 года клиника Ткачева и Епифанова, потому что их невозможно не отметить, потому что они его привезли, привезли профессора из Стэнфорда, преподавателей Стэнфорда. У него был двухдневный семинар, который назывался «Боль. Точка боль». Ну, что там, казалось бы, говорить-то, ну, боли-боли. На самом деле существует, как бы, ну, мы все знаем, да, пять основных теорий боли, каждая из которых не доказана. Это раз. То есть мы до сих пор не особо понимаем, что такое боль. Это раз. Второе. Он сказал очень крутую вещь в середине второго дня. Он говорит, есть эффекты плацебо и нацебо. Нацебо – это история про то, что вы внушаете пациента о том, что все будет хорошо, а плацебо – о том, что пациент верит в то, что все будет хорошо. Так вот, если у вас, это его слово, если у вас есть возможность делать повторяемое плацебо из процедуры в процедуру, и на большинстве пациентов, если это работает, и пациент становится легче, окей, называйте это плацебо, пожалуйста, без проблем. Это диапетически эффективно? Эффективно? Хорошо. Нравится? Называйте, пожалуйста. Вот, поэтому с тейпом, ну, по сути своей, если вы искренне считаете, что это плацебо, но при том, в большинстве случаев это повторяемое плацебо, ну, пожалуйста, продолжайте называть это плацебо без проблем. Ну, это просто важно хотел сказать. Тут, это вопросы, да, экспертность потеряли, многие в Инстаграм страшно безграмотно, но их слушают, но это... еще раз, коллега, вот, я прямо сейчас, Оль, поговорю. Да, да, скрин сделай. Да нет, я по... Сейчас, секунду. про то, что это сила маркетинга, которой почему-то пользуются те, кто не очень грамотный и не пользуются те, кто грамотный. Поэтому нужно расширять свой кругозор и доносить информацию полезную в Инстаграм, в том числе. Сейчас я просто вот дописываю. Значит, вот эти слова, не назвать ее исследованием, это слова, которые нужно вбить в поиск. Вот вы вбиваете там на том же самом подмеде эффект, кинезио и тейт, отдельные слова. И дальше он формирует, там можете review еще или cue слово вбить. Это будет, ну, обзор всех тех статей, которые есть сейчас по миру тейпирования. На самом деле, что самое удивительное, у нас все больше и больше статей идет по динамическому тейпированию, а по кинезио тейпированию их все меньше, ну, вообще там их мало кто делает, потому что динамическое тейпирование сейчас как метод, он очень сильно развивается и он, его даже нет смысла доказывать по одной простой причине. Там история про то, что мы не используем какое-то сверхвыраженное рецепторное воздействие, мы используем, по сути, свою эластичность в самом материале. То есть, ну, грубо говоря, это там резинка скрепит, да, это слова создателя. И поэтому это интересно, потому что очень много именно в ортопедии, при работе с ортопедическими спортивными спортсменами проявляется. Это правда интересно. Так, мы успеваемся? Нормально? Да, я думаю, что сейчас уже можно будет закругляться. Коллеги, еще раз, если есть какие-то вопросы, задавайте. У нас эфир, я напомню, был, точнее был, есть, посвящен в первую очередь увидеть друг друга, потому что мы с тобой не виделись. Сколько уже? Сколько? Сколько мы с тобой? Ну, года... Мне сегодня спрашивали, мне сегодня спрашивали, когда у Касаткина в Питере семинары? Я говорю, ну, заходите, посмотрите, у него же там, оказывается, нет у тебя семинаров в Питере в ближайшее время. Ну, потому что Ольга Гарнову как-то не очень хочет мне привозить Михаила Касаткина в Питере. Ну, значит, поговорим на эту тему после эфира. Да нет, здесь, на самом деле, у меня в Питере должны были быть там, два-три семинара, они все были такого, корпоративного обучения случилось то, что случилось, поэтому вот. Так что, ну, в ближайшее время, я думаю, что-нибудь, что-нибудь будет. Коллеги, еще раз напоминаю, то, что у нас 25-го числа в 3 часа дня по Москве состоится семинар, кадаврный курс, диссекционный курс на трупном материале по лицу и шее, посмотрим, что там внутри. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы именно у тех, кто уже записался, вы можете оставить свои пожелания либо в комментариях к любому нашему посту, либо в Директе, мне или Ольге вызову. Либо, если вы уже зашли в свой личный кабинет, там есть прям такая штучка написать, или там комментировать. Можете прям там оставить вопросы, мы их увидим, потому что нам всегда будет интересно не придумывать что-то самим, что мы лично, да, хотим посмотреть, а просто ориентироваться на ваши хотелки. И это прям вот конкретно, если вам интересно, вот, я не знаю, я хочу посмотреть крыловидную мышцу, где находится. Вот здорово. Где прикрепляется масса? Классно. Давайте разберем. И вот здесь еще, огромное спасибо за вопрос по поводу розыгрыша, я совсем про него забыл. У нас на страницах, да, у нас же на страницах? На вашей странице. На нашей странице Кинези Курс идет розыгрыш бесплатного места, он, значит, будет активен до субботы, до девяти вечера. Да. До девяти вечера. Вот, ставьте плюсики, отмечайте в комментариях, они знают, что там обычно говорят, ставьте лайки. Выполняйте все условия, да, и вырисовывайте. Да. Оказывается, вот, и самое главное, то, что мы рандомно выберем завтра вечером уже специалиста, или специалистка, не, лучше специалиста, так корректно звучит, вот, которая, или который бесплатно посетит наш семинар на всех полных правах, сможет задавать вопросы экспертам, и так далее, и так далее. Спасибо за классную возможность, я еще раз благодарю от всего сердца. Спасибо. Я думаю, что это прям очень круто, очень круто. Так что мы все ждем семинары, там как раз вебинар, вопрос, не вопрос, а комментарий, я тоже самое всегда говорю, чем больше знаешь, тем больше я говорю, что я ни хрена не знаю. Так вот, мне кажется, после этого курса, я вообще скажу, я вообще ни хрена не знаю, что дальше-то будет, что дальше делать, куда идти, развиваться, и вообще. Мне интересно, что будет, ребят, с вами, так, чуть-чуть по-отцовски скажу, что будет, ребят, с вами, когда мы УЗИ сделаем на лице. Это будет вообще взрыв, взрыв. Особенно мы попробуем поделать вот эти все вот с пробками, почесать, действовать на живом человеке, чтобы не было, потому что это все надолго. Так что да, так что так. Так, ну все. Спасибо нам сказали. Я думаю, что я, чтобы сохранить эфир, завершу. Всем спасибо большое. Хороших выходов. Так же, так же. Давай. Пока-пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok